Всем привет, друзья! Сегодня у нас уже вторник, 5-е число, 5-е сентября. Время у нас 12 часов доходит, без 15. Сейчас мы с Ефимом выезжаем, повезем его в школу. Я доеду за молоком, за хлебом, как всегда. Наверное, в Чижик мы сегодня проедем. Что делаем? Пюре варим, котлеты жарим в духовке и жарим кабачки. У меня тут целая кухня. Я их обсыпала на доске, поэтому они у меня все разваленные. У меня тут приправы итальянская какая-то с чесноком и для курицы называется, вот это с красным перцем. В общем, вот так вот жарим потихоньку. Просто жареные делаем, сегодня без всякой смазки майонезом или без сухарей, без всяких панировочных. Короче, ничем не посыпаем, муки не валяем, просто жарим. И все. Тушеные такие скорее делаем, под крышкой тушим. А картошку сегодня мы свою накопали. Грязная. Ужасно. Это наша. Но тут крупную я выбрала. Сейчас, конечно, я ее варю крупную, чтобы быстро почистить. Я ее взяла покрупнее. А такая средняя мелочь-то в ведре сверху. Поэтому вы и наблюдаете. А так, ну, обычная картошка, короче. Есть и мелкая, есть и крупная в лунке. Всякая есть. Вот. Шкурка еще, ну, я бы не сказала, что окрепшая. Но картошка очень напитана. Влага чувствуется. Хотя мы не поливали ее в этом году. Но, видимо, дожди, вот последние, которые шли, они ее достаточно увлажнили. Фадине, балуйся. Вот. И она такая прям хрусткая. И даже ножом не возьмешь. Не разрезает жесткая. В общем, вот так вот. Не знаю. Бабушка говорит, надо копать. А я говорю, да нет, еще зеленые стебли. Надо еще ждать. Во-первых, надо скосить будет, чтобы она эту кожуру сформировала. Короче, надо прогноз смотреть. Если опять пойдут дожди, конечно, тоже не вариант потом, как ее... Она вообще сгнить может. Ой. Давай. Вот. Друзья наши сидят. Вот. Вы же друзья. Братья, друзья. За ним. Да, Фим? Ну, что, пойдем одеваться? Да. Да, пойдем одеваться уже. А ложка через зажай пишется? Конечно. Ты что? Провернись. Ой. Ну, это бывает. Такие загвоздки. Заскоки. Ага. Ну, ладно. В общем, Матвей в школе у нас сегодня. Он ко второму уроку шел. И будет до 4 часов. Вот. Вот. Нюшка у меня встала. Сейчас ее погулять надо, наверное. Фадей попрошу, вынеси. Да, Фадей? А? Что вынеси? Нюшу вынеси на полянку быстренько. Она пока сонная, она долго не ходит. И сразу домой, чтобы она не замерзла. Давай, давай. Она не будет носиться сейчас. Если я гулял, она побегала, потом пошла к грушам, потом резко остановилась. И его пьесе подглевает. Да. Все понятно. Все понятно. Фадей, неси. Неси, чтобы она не сходила. Ладно, в общем, все. Поехали мы. Сейчас. Гулять? Давай гулять. Гулять. Ладно, пойдем одеваться. Видите, какая у нас сегодня погодка, друзья. Ой, а я пошла покосить хочу. У меня есть пару часиков до работы. Сейчас ведро. Я ищу корзинку, чтобы мне яблоки собрать. Это вот мои красавчики. С этой, с колонной. Они на еду. А там надо сейчас крупные тоже. Опа, сейчас дверь откроем. Крупные сейчас соберем. Что-то пахнет с бензином. А, дед же наливал мне. Так, спасибо, я приготовил. Сейчас у меня ее заправил. Все приготовил, завел. Говорит, свечу полчаса очистил. Я говорю, зачем ты чистил? Я же купила. О, ну, в общем, забыл, видимо, что. Есть новые свечи. Да, где же у меня корзина? А, вот она, корзина. Вот, так что вот так. Пойду сейчас яблоки соберу, докосить начну. Хоть дорожки прокошу, и то вперед какой-то будет. Да, полянку для нюшки. Корова пока лежит. Вроде есть, не просит потом. Я накормлю уже. Видите, вот, дед, завел мне эту штуковину. И начал что-то тут косить. Маленько, говорит, тут мешает все. Он не любит, когда это. Да, я-то потихоньку откидываю. С одной стороны откину, пока шоу. Обратно положу. С другой пока шоу. Вот, какая прекрасная погибка сегодня. Видите, что нападало опять. Видите, что нападало-то опять, а? Ужись, ужись. Ужись, ужись. Так, что-нибудь сделаем с ними, не знаю, что. Что-нибудь сделаем. Вот, Фадия у нас в школу ушел. Ефимку мы увезли с дедом. Вот. Нормально все. Потом в магазин с Чижик ездили сегодня. Хотела я, честно говоря, взять, знаете, что. Мне же лук надо подешевле взять на зиму. Потому что я свой-то весь, всю мелочь-то свою сушила. Он мне такой мелкий не нужен был. Я вам уже говорила, что-то ее мелкие не надо. А там в Чижике в прошлый раз ездила по 29 рублей. Был лук крупный. Хороший такой, знаете, хорошо просушенный. Самое главное, даже досушивать бы не пришлось. Вот, я его взяла, наверное, килограмм шесть. Вот раз три пакета набила. Взяла, привезла домой. Получилось целое ведро большое у меня. Думаю, поеду-ка я сегодня опять. Привезу еще ведро. И так потихоньку, думаю, пока, когда в Чижик езжу, буду брать, брать, брать. И это. Глядишь, у меня ящика 3-4 будет на веранде стоять. Это уже неплохой сопас. Ну, потому что зимой тут дороже, ведь будет гораздо в два раза. В два раза дороже будет лук. А вот. Ну, в итоге приехала я сегодня. Ничего нету там. Лука нет. Вот, видать, разобрали, что ли. Не знаю. Ну, может, они еще сегодня и привезут. Но, короче, нету. Так что вот так. Не каждый раз. Видите, какие странные, да? Это же с одной яблони. Если такие, маленькие отпадают. А если такие, неоднородно. Так. Сегодня у них физкультура. У Фимы такая погода хорошая. Она что-то написала в зале. Сначала вчера учительница написала, что будет на улице. Типа, одевайтесь получше. Вот. А сегодня пишет, нет. Учительница по физкультуре сказала, что будет в зале у них. Ну, ладно. Я буду с тобой. Так. Матвеюха сегодня бедненький, да? До четырех. А голодный. Ни в какое утром не ест и все. Я не знаю. Я говорю, ты же голодный. Нет, говорит, мне же потом до четырех часов. Ну, видимо, это так вот ему комфортнее, короче, в животе. Если он не наестся с утра. Ой, такие они все. Все такие разные. Неповторимые. Ой. Так, одну набрала. У меня еще тут столько живот. Смотрите. Видали? Пошла за второй. Моя подруга. Моя подруга. Я сегодня утром поработала. И вечером поработаю. Помаленьку, короче. Пока начинают все расходятся сейчас. Вот я и вчера. Я говорю, они соскучились, что ли, по урокам. Он вчера со школы пришел. А сколько он? В семь? Десять, что ли, он пришел. Ну, короче, после семи. Но не сильно позже. Вот. Поел. И за уроки. Я говорю, ты что, хоть бы отдохнул, завтра утром сделаешь. Нет, вот. Надо ему. В общем, сидел до полодинца. Что-то переписывал. Я, говорит, забыл тетрадь по истории. Мне надо переписать с листочка в тетрадь. Вот сидел, переписывал. Вот. Фима тоже с ней вчера пристроился. Ушло в 7 вечера. Фима, будешь спать готовиться. Давай, говорит, я тоже сделаю сегодня. Я говорю, ну как хочешь. Вот. Ну, у него там немного. У него только по-русскому было задание. А он это. Сейчас вот так вот. Вам интереснее, наверное, яблоко, смотрите, на меня. Не склоняющийся. Вот. А по-русскому там у них одно предложение списать. Ему это, как говорится, расплюнуть. Он за 2 секунды его списал. Мама, проверь. Я проверила, ну и все. Все, дело сделано. А, он потом немецкий еще утром сегодня переписывал, потому что не там написал. У него же там словарик и тетрадь по-немецкому. А учительница написала тогда, можно в клеточку, можно в линейку по немецкому языку. Кстати, кто спрашивал именно про немецкий язык, почему немецкий у ребенка, у нашего. Вообще, у нас по, как сказать-то, по общей программе из ВИТИ Школы России, да, как все классы идут, то они изучают английский. Со второго класса начиная, то есть со второй, третьей, четвертой у них все английский идет. Вот. А у нас же у Ефима Жоховский класс и Жоховская программа. Вот. А у них именно идет ознакомление с несколькими иностранными языками. В частности, именно сначала во втором классе немецкий изучают, в третьем французский. А с четвертого начинают учить английский. Вот. И считается, что они лучше схватывают после изучения немецкого и французского. Именно английский идет лучше потом. Вот. И потом уже в большую школу идут, английский дальше учат. Вот. Вот такая вот она у нас программа. Так вот, вчера он принес-то в клеточку тетрадь, но она написала, можно в линейку, можно в клетку. А сама им для примера-то показывала, как она в линейку написала. И в итоге Ефима расстроился, говорит, мне не надо было в клеточку, мне надо было в линейку. Я говорю, да какая разница. Нет, вот он говорит учительнице, надо учительнице, говорит, все в линейку сделаем. Ефима тоже надо. Вот. Поэтому пришлось переделывать в клеточку тетрадку. Убирать в линейку давать. А он не поленился, переписал то, что они в классе написали. Вот. Вот. Фух, ну сколько их яблок этих, а. Сколько их тут. Красивые, конечно, хорошие, но их так много. Куда ж мне их есть-то? На яблоке-то на самой что-то осталось. Есть-то они, что ли, еще. Но все меньше и меньше становится. Падают они. На самой высоты-то разбиваются, наверное, да? Все время. Так вот, вот такие вот дела. Ну ладно. В общем, все. Ой, гнилое надо брать вообще-то. Так вот. Я еще ничего не прибирала в огороде. Я говорю, когда я только дойду, не знаю. Ну вот сейчас погода установилась, да буду почаще стараться выходить. Ладно, сейчас много. Достаточно еды сделали. Думаю, на ужин хватит. Так что можно не готовить на ужин ничего. Поэтому можно заняться маленько огородом. Но время лететь сейчас. Вообще я ничего не успеваю. Сейчас. Все. Последний забрал. Как раз ящик получился полный. О, видите. Все, а это сейчас все буду косить. Всю эту крапиву. Вот что она вылезла, да? Что к чему? Вот. Вот этот цветок миробилис. Я вообще не поняла. Нет, они, конечно, красивые зеленые кусты. Но цветочки какие-то палочки. Они редко-редко вот так откроются. Короче, не понравился мне этот миробилис. Вроде красивая зеленая шапка. Но цветов-то хотелось бы побольше. Ну, в смысле, их много, но они как-то не цветут. Короче, ерунда какая-то. Я его первый раз. Первый раз в жизни выращиваю. Миробилис. Сейчас вам покажу. У меня шиповник. Там даже есть, представляете? В этом году. Во! Какой крупняцкий шиповник. Тут-тут. Ну вот. Не все, правда, веточки. Только вот некоторые веточки с ягодками. Такие дела. Ну ладно, все. Некогда. Побежала я. Покосить надо. Сейчас ящик унесу. Вот как. Давай, смотрите, все. Покосила я. Уже собачонок понесла гулять. Все. Даже хосты нарисовались, да? Здесь прокосила дорожку. Прибрала как могла. Короче говоря. Ой, не уходит, не уходит. Травка. Травка-то подстриженная. Не достридно маленько. У меня бензин кончился, во-первых. Во-вторых, сила кончилась. Во-вторых, в общем, вот так. Ну. Ау. Здрасте. Так, все, обратно идем. В общем, выгуляли собак. В общем, она закончилась, когда мне надо было самый пятачок. Вот здесь вот между теплицами надо было прокосить. И все, я не успела. Вот это место, видите, все заросли. А там на задах прошла. Вот здесь прошла, вот там прошла. То есть, как бы, вроде по задам-то прошла, а самый перед-то не прошла. Ну, ладно. Пока уже устала. Пока уже устала. Ну, более-менее стала, в общем. Хоть не такие заросли. Фу. Полтора часа, наверное, я покосила. Оно, кажется, не видно, да? Я говорю, потому что самый перед-то не выкосила. Вот. У заборов ползала. Там тоже заросли, крапивы. Вот с ними боролась. Матвей пришел со школы. Сейчас садится есть. Уже четвертый час пошел. Корову я сейчас накормила. Нюшку не пускаю здесь, потому что она вон туда под ворот убегает у нас. Поэтому в ограде ее не пускаем. Все, корову сегодня сено повезем. Видите, нету сена. Надо будет везти тебе рулон. Ой, ой, какой большой зверь. Вот. И вот дела. Там ездит, ездит. У Байкалка. Скоро будешь кушать тоже. Скоро твое придет время. Ну ладно. В общем, пошла Матвея кормить сейчас. И... Пойду работать. Пойдем. Пойдем. Диваша. Дива. Дива. О, молодец. Пошли. Показывают, что мы сделали. В общем, мы, наконец, разобрали чеснок. Сейчас сидели с бабушкой в беседке долго-долго-долго. Ну как долго? Часик, наверное. Вот. Все по зубчикам разобрали. Но понравился мне. То есть я не зря его долго держала в этом году в грядке. У него прям шкурка такая, знаете, сформирована. Вот это у меня на посадку. Самый такой, который мне луковицы... Ну, эти головки понравились. Я с них брала, где мало зубчиков и зубчики большие. Вот такие выбирала. Вот. А вот это вот у нас уже ядовое осталось. Не знаю. Ну, за сколько хватит? Сколько хватит? То есть под торта такая баночка и вот такая маленькая еще. Сколько хватит? Вот. Такие дела. Все. Сейчас я бабушку заведу. И мы идем. Идешь, мама? Сейчас я свет включу. Иди ко мне сюда. Вот. Моя гулена идет. Ха-ха-ха-ха. Она убежала. Да, убежала. Сейчас зайдет. Ладно, главное, маленькая нет. Закрывай, с края она. Салюша. Я ее сейчас запущу. Ива, Ива. Ага. Ладно. Да, мам, заходи, запущу. Заходи, не бойся. Она не убежит. Это Нюша может убежать. Это даже за окраду не побежит. Ой, сколько яблок у нас завтра. Так завтра, ага. В общем, думаем, завтра, знаете, что с ними сделать? Все-таки на шарлотку нарезать. Потому что вот эти вот яблоки, они с кислинкой. И они даже для шарлотки очень хороши. Вот. Поэтому будем их на шарлотку изрезать. Съедим мы только в шарлотке. Потому что мы чувствуем, что... Ну, в том году пюре делали, повидло делали, так и не съели. Все. У нас еще запас есть, поэтому смысл делать, да, если не доели. Вот. У меня что-то аллергическое, видимо. Такой зуд появился после кошения. И до сих пор не проходит. Все подкашливает. Вот тут вот стоит какой-то такой небольшой ком. И с зудом такой. В общем, аллергия. Похоже мне на эту траву. Какую-то сегодня скосила не ту, видать. Вот. Надо будет завтра или когда докашивать. Уже темнеет. Так что все, пошли. Мы еще Фадея ждем. Еще Фадея не пришел. Восьмой час уже. Сейчас он придет. Будем кормить. А сейчас сходи. Нет. Спиральки отварила. Потому что у нас немножко... Маленькая шила ты, а? Шила ты маленькая. Ну и все. Сейчас ее выловлю. Выловлю, выловлю тебя. Что ты думаешь? Она уже 10 кругов по огороду сделала. И опять бежит. Ты уже запыхалась. Ты уже запыхалась уже. Ой, ладно. Ну все, друзья. Я с вами прощаюсь. Пойду сейчас Деву загоню. Фадея сейчас буду кормить. В общем. Как всегда у нас вечерок такой. Не знаю, будет он уроки делать не будет еще. Маленький точно ребенок будет. Поэтому я с ним буду сидеть. Проверять, что он там будет делать. Ему математику русскую надо делать. Мы с ним договорились, что в 8 начнем. Он сейчас отдохнет после школы. Начнем. Сегодня опять у него не без приключений. Забор со школы был. В общем, у них дверь, калитка железная, через которую он домой уходит туда, на площадку, к отцу. Закрыли. Представляете? И как бы огорожена вся территория школы. Он не знает, где выйти ему. Ну что, запаниковал маленько, видать. Потому что убежал в школу обратно, сел в гардеробе и давай отсюда звонить. Вот, отец вышел из машины уже. Ну, а тут вот с площадки пришел к ним сюда, к этой калитке пришел. Говорит, давай пойдем, я тебе буду показывать, где обойти. В общем, кое-кое как нашли, где обойти. Вышли. Ой, кошмар какой-то. Вот зачем закрывать, когда дети сейчас пойдут со школы домой? Мне вот это непонятно. Они за 3 9 земель должны где-то там обходить, чтобы это. Что-то вообще дургом. Ну ладно, я думаю, сегодня кто-нибудь из родителей выскажется тоже. И завтра будет нормально. Ладно, мы закрывали территорию школы, когда уже все разошлись. Да, там часов в 7, хотя бы в 8, не знаю. Зачем закрывать, когда только еще даже маленькие не ушли, если что. Это был номер, может быть, проверка какая-то была антитеррористическая. Ну что, все, просяемся. Почему мы просяемся? Ладно, давайте, все. До завтра, всем всего доброго. Пока-пока.